а здрасте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть в ферму у нас наступил новый день раннее утро и в принципе с одной стороны делать нам нечего по крайней мере на поле потому что тут чуть ли не вторая стадия рост всего лишь я тут кстати посеял на нашем поле ячмень захотелось почему-то вот за кадром друзья я да убирал наше поле с пшеничкой у нас 93 куба ее получилось тут еще лежит овес канола это друзья с контрактов не обращайте внимание но и полностью у нас забит бункер соломой я короче говоря на выполнял кучу контрактов разных дорогих супер крутых если мы сейчас откроем наши финансы то смотрите какие доходы были 422 тысячи за день 810 тысяч за день это и урожая до хрена продавалась и контракты дорогие были правда расходы были на семена удобрения также я технику в аренду брал различную чтобы быстрее это все делалось но в общем ладно это все неважно у нас на балансе есть почти 2 миллиона денег и еще я друзья купил один новый трактор только я его что-то тут не вижу а ну да он закончил свою работу и остался в поле короче вот такого вот кейса я взял чисто под удобрял q давай друг едь на базу я в общем что нам надо сильно сделать нам надо достроить нашу базу до того вида чтоб можно было там работать и докупить технику на каждую на каждый транспорт скажем так возвращаемся сюда что нам в общем то надо смотрите вот для этой штуки я трактор покупать смысла не вижу известью мы посыпаем только наши поля это не так часто происходит поэтому можно будет подцепить какой-нибудь другой вот есть у нас культиватор без трактора есть у нас сажалка и фуражный прицеп кстати тоже пускай будет с трактором надо купить три трактора для этого всего дела а сел кашу нас тоже есть без они сел к но с трактором сейчас есть все нормально в общем-то культиватор фуражник и сажалка не погнали им что-нибудь купим начнем друзья с культиватора я тут тоже мудрить не буду беру как обычно не holland и 8 по цвету подходит прекрасно выглядит все прекрасно далее сколько лошадок нужно на сажалку 300 лошадей нужно на сажалку и 240 нужно на фуражник на фуражник друзья мы возьмем джесси бишку чтоб она быстро ездила еще потому что там как правило надо чтобы и катался он побыстрее отличный выбор а на сажалку друзья берем джоника только что-то он не хочет грузиться эоу джунзир во прогрузился нормально ладно так вот короче берем его и у нас ешкин кот почти миллион в бухали тупо в технику три трактора купили зашибись и как теперь заработать на них обратно вот они три прекрасных трактора мы их отправляем на базу первый пошел второй трактор пошел и джон дир джон дир тоже пошел отлично пока они едут мы туда добежим вот мы в общем то на месте да я сюда правда телепортировался так вот нам надо разместить гаражи где-нибудь как-нибудь красивенько мне кажется лучшее место будет вот не знаю поэтому углу хотя зачем нам гаражи или все-таки нужны давайте поставим кишкин кот сколько тут всякой классной фигни коттедж можно построить загородный дом для сдачи в аренду 250 евро в час приносит долго он будет отбиваться стоимостью 300 тысяч теплицы скупают навоз навоженную жижу тоже приносят доход электричество короче много чего приносит доход и гаражи которые мы поставим тоже будут приносить доход так вот так вот он выглядит сейчас мы прикинем как как тут поставить может быть имеет смысл две штуки впихнуть вот сюда вот здесь раз два поставить к нихрин влезут да не влезут два вот так вот отлично здесь влезет и сделал здесь соответственно парковочные места что-то можно на самом деле здесь парковочное место сделать еще гараж можно впихнуть вот сюда Давайте с этого угла и начнем. Их тут тоже должно два влезть. Давайте еще большой посмотрим. Большой он прям большой. В большом пока смысла не вижу. Давайте четыре маленьких поставим в этот ряд. Смотрите, все трактора приехали на базу. И сейчас тут все будет заставлено тракторами. Но, короче, вставим маленькие вот такие вот навесы. С солнечными батарейками. Будет производить там электричество. Очень хороший вопрос, как это выровнять, чтобы было ровно. У меня с этим, знаете ли, всегда проблемы. Но вот это же типа ровно. Это нихрена не ровно, видите? О, вот это похоже на ровно. Чуть-чуть кривовато. Короче, один ставим вот сюда. Бздынь. И нафига вот тебя так перекосожопило-то, а? Я же хрен сейчас его поставлю нормально. Я же даже не помню, на каком расстоянии он был от гребаной коллизии камеры. Хочется сделать ровно, а у меня же фиг получится. Вот это более-менее похоже на ровно. Но чую, что я далеко не прав. Ладно, сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Слушайте, выглядит как будто прям даже ровно. Нормально, пойдет. Два таких гаража. И еще два всунем вот сюда. Единственное, надо сначала отсюда ману убрать. Ух ты ж, ежик, как полетел. Прости. Так, место освободили. Вроде бы должно все работать. Можно расположить такую штуку старый двор. Тут я вижу гаражи, и она на эту территорию не влазит все равно. Ладно. В любом случае, маленькие гаражи. Запихуем их сюда. Будем считать, что это ровно. Бздынь. Раз. И с другой стороны. Черт, а тут места не хватает. А как так? Это перегородит въезд. Там же они ближе стоят, да? Но эти ближе стоят. Э, ну падла, ну что началось-то вообще? Давайте в глобале поставим настройку повсеместное размещение. И резку тюков отключим заодно. Ну что, сейчас ты падла влазишь, все нормально у тебя, да? Сейчас у тебя все нормально. Ну вот это тоже похоже на ровно. Готово. Пойдет. Вот, короче говоря, у нас есть теперь 4 гаража. База начинает приобретать какой-то более-менее вид. И знаете, что сейчас надо сделать? Надо проложить автодрайв и парковочные места ко всей технике, что у нас тут есть. Это будет довольно-таки геморройное занятие. Поэтому я думаю, что таймлапс здесь мы сделаем и будет все у нас окей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА